Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня начинаем с вами новый влог, а начнем мы его с эксперимента над волосами. Итак, поехали! Вы помните из заказа Фаберлик, да? Я заказывала две вот такие краски. Интересно, что получится вообще просто. Что-то страшное, наверное. Одна у нас 8.1, это Ботаника. Мне понравилась очень Ботаника по стойкости. И потому, как она работает на волосах, она их не сильно жжет. Вот сейчас какой у меня цвет волос, в каком состоянии у меня волосы. После нового фена они прям практически всегда хорошо блестят. Так, 8.1, Ботаника, 87-75, Артикул. И я хочу туда чуть-чуть добавить черничного джема, оттенок 4,5, Артикул 87-86. Так, сейчас все замешаю и покажу вам. Ну, Ботаники тут классический окислитель, масочка, бальзамчик, точнее краска вот так выглядит в тюбике. 8.1 выдавливаю всю и чуть-чуть, не знаю сколько, сейчас решим вместе с вами черничного джема. Я добавляю немножко окислителя от черничного джема. Ну, 1 треть, наверное. Окислитель. Скажу тоже. Так, вот накраска 4,5. Не знаю сколько, мне кажется, пару сантиметров достаточно, иначе я буду черная. А я хочу только для оттенка. Вот у меня 8.1. И давайте с вами добавим... Раз, два, три. Это уже не пару сантиметров, а пять, мне кажется. Сантиметров пять. Все, хорош, точно. Потому что это опасно очень, стать черной. Я не хочу. Так. Ну, и теперь все с вами вот это дело замешиваем. У меня уже корни сильно отросли, поэтому краситься в любом случае надо. Как следует размешиваем, пока краска никакой оттенок не приобретает. Скорее всего она начнет уже приобретать его на волосах. Вот такая получилась консистенция, пока белая. И жутко вонючая. Она, конечно, воняет тоже краска. Не знаю, кто девчонки писал, что она не воняет, может темная не воняет, серая воняет жуть. Режет их лаз. Ну, вот и все. Достаточно. Все, сейчас буду по проборам наносить на сухие волосы. Нанесу и покажу вам, что будет по факту. Ну, вот что у меня сейчас на волосах. Вообще, честно говоря, не пойми что. Я не могу понять, что это все выльется. Поэтому будем ждать. Полчасика, наверное, похожу. Будем смывать. Сейчас пока все перемой, будем делать с вами уход за лицом. Сейчас утро, поэтому нам нужно как следует очистить с вами лицо. У меня уход практически один фаберлик. Я сейчас стараюсь добивать все остальное, чтобы вот был один фаберлик. Я для себя за несколько лет уже абсолютно точно сделала вывод, что мне подходит. Он на мне работает. И я его люблю. Кислородный гаммаж из линейки Аксиологи, артикул 0271. Обожаю его. Вот такой ментоловый. И после него кожа дышит, девчонки. Я люблю сейчас щеточкой все это дело делать. Щетка такая с фикс прайса обычная. Совершенно. Но мне нравится. С ней что ли лучше лицо очищается. Ну и параллельно массаж по массажным линиям можно сделать. Аромат классный. Тоже у гаммажа. Он мне нравится гораздо больше, чем скраб. Из этой же самой линейки. Мне кто-то написал про веки. Веки, кто меня давно смотрит, знает, что я за ними абсолютно так же ухаживаю, как и за всем лицом. Может быть не так интенсивно тру. Да, но тем не менее. А что, говорит, можно маску и крем на веки? А почему нет-то? Или вы специальные масочки какие-то для век покупаете? Или кожа не нуждается там в очищении? Не знаю. Мне кажется, что там тоже нужен такой же уход. Растяните веки. Мне тоже кто-то написал. Я, конечно, ценю вашу заботу, но... Мне 36 лет. Я так делаю уже лет 20. Вы видите, что я растянула веки или у меня есть морщины. Поэтому давайте, девчонки, по шаблонам не жить, скажем так. Я вот этого, если честно, терпеть не могу. То есть, если сказали, что нельзя так умываться, я так умываться не буду. Нет, я всегда буду делать так, как подходит моей коже, как ей нравится, как она любит. И меня абсолютно не волнует, что будут говорить косметологи и так и далее. Да? То же самое и с одеждой. А вот это вот модно. Но если мне это не идет, я не буду это носить, правильно? Мало ли что модно, мало ли что правильно. Так, ну в общем, вот так вот мы с вами проработали лицо гамажиком. И теперь будем его смывать. Смыла гамаж, знаете, вот после него почему-то какая-то вот, как легкость на лице. Ощущение чистоты до скрипа практически. И вот это вот дыхание. Ощущение, что в кислород сквозь кожу проникает. Может быть, такой эффект за счет ментола достигается, не знаю. Но вот она действительно очень чистая. Поры все чистые. Прям кто не пробовал гамаж, девчонки, попробуйте. Сейчас буду наносить маску биомика любимую свою. Увлажнимся с вами немножко. Так, артикул 1.2.5.1. Это маска сливки. Она действительно сливочки такая беленькая. Она здорово смягчает и увлажняет кожу. Я бы сказала, что как и гамаж, эта маска подходит для любого типа кожи абсолютно. Она не утяжелит жирную комбинированную. И подарит комфорт, такое увлажнение сухой возрастной, да, скажем так. И проблемную кожу она не должна как бы забивать. Она достаточно легкая, но в то же время после нее вот... Если есть какая-то сухость на лице, она проходит. Но опять же, надо предварительно лицо очистить. Если вы вот это в свое шелушение и сухость не удалили, перед маской, конечно, никуда не денется. Надо лицо почистить, удалить сухость, потом смягчить. И все будет здорово. Так. Вот эту маску прям у меня кожа местами даже съедает. Не остается и следа. Такие маски подобные я всегда наношу на веки. Тоненьким слоем. Их тоже нужно увлажнить. Вот так, тоненьким слоем. Вот и все. Ходим с вами. Минуточек 15. Потом уже, наверное, пора будет и краску смывать. Что там я вообще не могу представить? Ну что, пришло время смывать маску. Я буду это делать спонжиком. Слушайте, на волосах пока очень красивый оттенок. Какой-то карамельный почему-то. Я вообще не представляю. Вообще сейчас смою маску. Сделаем с вами дальше уход. Наверное, с краской еще минут 10 похожу. Смыл маску. Лицо после нее выглядит великолепно, девчонки. Оно такое увлажненное, без утяжеления, без какого-то сверхсильного питания. Ровный цвет. Оно очень мягкое. К нему приятно прикасаться. Маску вообще обожаю. Дальше у нас с вами тонизирование кожи. Тоник у меня от Миксит вот такой. От Фаберлик пока тоников никаких нет. Я уже вам сказала. Подбиваю запасы все свои. Он такой черненький и больше очищающий. Но в то же время тоже тонизирует. Аромат у него классный. Себорегулирующий. С антисептическим комплексом. Ничего себе. Протонизировали нашу кожу. Тут, конечно, подойдет больше увлажняющий тоник. Но пока вот так. Надо все подбить. Потому что до следующего лета уже эти очищающие тоники точно не дотянуты. Так, дальше с вами сыворотка. У нас тоже пока нет Фаберлик. Добиваю другие. У меня от Реше. Хорошая сыворотка. Она тоже контроль Себа мой пор. Потому что у меня сейчас периодически бывает всыпанет. Идите опять. Не знаю почему. Восстанавливаюсь, наверное, после рода. Она такая легкая. Вот эта сыворотка. Как вода. Ее можно прям лить, не жалея. Хорошо распределять. Пахнет тоже обалденно. Нанесли сыворотку. Сейчас иногда после сыворотки я могу пройтись мезероллером. Но сегодня я не буду. Сейчас все красные буду. Слегка. Но мезероллер у нас должен быть обработанный. Обязательно. Так. Я вам обещала, кстати, кто-то просил видео по поводу мезероллера. Как правильно пользоваться и так далее. Обязательно в следующих влогах мы всю эту тему с вами разберем. Я подготовлюсь. Тоже изучу, чтобы у вас в заблуждение не вводить. Крем против пигментации. Добиваю в прямом смысле. И очень обрадуюсь, когда он кончится. 0587 артикул. Мне он вообще не нравится. Вообще. Никак. Не то, что он там не борется с пигментацией. Он и как крем мне вообще не нравится. Какое-то еле уловимое увлажнение. Вообще не нравится. Честно. Так. А для век я сейчас использую, девчонки, вот такой вот мультикрем. Питательный для кожи вокруг глаз с лифтинг эффектом. От Evelyn. Вот это, кстати, крутая штука. На самом деле крутая. Гипоаллергенный. Мультипитательный крем для кожи вокруг глаз с лифтинг эффектом. Дневной, ночной. 94% компонентов натурального происхождения. Разглаживает морщину, уменьшает темные круги и отеки. Он реально крутой. Вот он крутой. Кто любит такой достаточно плотный крем для век, это ваша песня прям. Он действительно разглаживает. Он сглаживает мелкие мимические. Кожа такая вокруг глазок становится ровная. Я прям его обожаю. Вот как он выглядит, девчонки. Что-то он не хочет фокусироваться на креме. Фокус. Вот так. В общем, биогиалурон эксперт. Гипоаллергенный. Написано вот тут. Если будете искать такой. Мне очень понравился. Вот много кремов перепробовала для век, но этот самый крутой. Пока. Он немножко похож, знаете, на что Фиберлик наварил крем для век. Наварил еще такой попитательнее на самом деле. Так. А вот этот еще крем, который против пигментации, он еще и на лице ощущается первые несколько минут. Хотя вроде на дольсер чуть-чуть, но он ощущается и не делает ничего. Поэтому я его совсем не поняла. Может быть кому-то он и подходит, я ничего не хочу сказать. Но мне нет. Так, теперь крем для век. Видите, он такой вот плотненький. Плотненький. И на верхнее веко. Уголочек. Распределяем все вот так. И потом люблю сделать такой легкий массаж. Он не ощущается на коже. У него нет никакой одушки. И в то же время вот эта его плотная консистенция, она очень здорово разглаживает мелкие мимические. И вот такими круговыми движениями. Еще с вами пройдемся. На этот крем, кстати, изумительно ложатся тени. Он как база под макияж, прям вообще здорово подходит. Вот так помассажировали. Убрали излишки. И все. И прям красота. Как-то вот сейчас он подпитается. Взгляд, что какой-то свежий становится. Потому что когда прищуриваешься, нигде кожа не заламывается. Убирается вся сухость. И мелкие, и мимические. И верхняя века круто разглаживается. Вот круто разглаживается. Вот этому крему прям 5 спеки готова поставить. То есть достойный крем для век. Присмотритесь, девчонки. Так, ну все. Мы с вами уход сделали. Кожа наша готова. Патчи пока не хочу сегодня делать. Утром, вечером их сделаю. Утром достаточно этого крема. Он классный вообще. А так обычно патчи я делаю после сыворотки. То есть сначала сыворотку, потом патчи. Хожу в патчах. Сейчас простого времени уже нет. Хожу в патчах, патчи снимаю, наношу крем. Вот так, таким образом все происходит. Так, теперь будем смывать краску. И я уже тогда, когда посушусь, вам покажу результат. Мне кажется, будет что-то с чем-то. Вот пока на мокрых волосах. Знаете, что мне напоминает? 5,76, по-моему, мы с вами брали как-то оттенок. Сильно темный я не ушла, что радует. И красивый отлив. Вообще, будем смотреть на сухих. Ну, вот и результат. Слушайте, мне его очень нравится. Темнее я, в принципе, не стала. Как вам передать правильно? Поймаю ракурс. Ну, вот так, наверное, да. Но стала ярче, согласны? Зачем я возвращаюсь сюда к пепельному оттенку? Он меня простит. Вам так не кажется, девчонки? Напишите свое мнение. А вот такие интересные оттенки, они как-то сразу делают интереснее и ярче. Мне кажется, да, похож на 5,46, но только он темнеет все-таки пятерка. Или 5,76, я забыла, какой мы с вами оттенок брали. Фену своему, кстати, новому не перестаю удивляться. Он из волос просто какую-то сказку делает, я не знаю. И когда бы не подумала, что от фена настолько много может зависеть, да. В общем, вот такой вот связь, девчонки. Пишите, как вам, как было или как стало. Обязательно пишите. На этом я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.